Наверное, лет 9 назад я сюда первый раз приехал. Мы с отцом Александром прошли в алтарь, здесь были. И вот сегодня я просто благодарю Господа за то, что Он мне дал мысли послужить здесь. Я как-то так утешен, что я здесь послужил. Приятно смотреть, что почисты все, кого я здесь вижу, всех я знаю. Я умоляю и прошу вас, послушайте мне, что я сейчас вам скажу. Когда Бог пришел на землю и одел на себя нашу одежду, тело человеческое, через Деву Марии, и когда он в 30 лет вышел на проповедь, потому что по закону еврейскому в 30 лет мужчина приходил в мужской возраст, когда он имел право читать в храме Священной Писании. И вот он вышел на проповедь. Что он первое сделал? Он сделал сначала, предварительно, два действия. Первое действие он совершил – он совершил крещение. В церкви называется «Таинство крещения», «Тайна крещения». В тайне крещения участвует Отец Небесный, Дух Святой и Бог Слова. И нам показано было значение таинства и, как бы, толкование слов Христа. «Кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное». Первое начало всех началов. Показатель того, что мы пришли в церковь – это наше крещение. Во время крещения совершается, как я сказал вам, таинство. И Иоанну Крестителю, который был ангел пустыни, который положил начало монашества, он был от ногтей матери монах, он не знал мира, не знал пищи, которую мы с вами едим. Он жил совершенно в другом мире. Ему было только одному духовно открыто, духовно открыто, что происходит во время таинства крещения. Он услышал голос Отца Небесного, «Сей Сын мой возлюбленный, но Его не видел Отца». Бога Отца никто не видел. Христос нам явил Троицу. Мы сегодня даже знаем, что дышим воздухом, а воздух не видим. Мы много в мире в этом не видим ангелов. Поэтому нам Господь показывает через Иоанна Крестителя, что Он увидел, сначала услышал голос Отца Небесного, «Сей Сын мой возлюбленный» он услышал. Кто может сказать «Сын мой возлюбленный»? Мы находимся в храме преображения Господня. Когда Господь преобразится на горе Фавори, что это означает преображение? Он покажет нам свою истинную природу. Потому что мы говорим «Господи», мы не понимаем. Ты же человек, Господь. Ты родился от Девы Марии, и Ты человек. Как Ты можешь, как человек, совершать такие чудеса? Как Ты можешь, как человек, освобождать людей от любой немощи? И Господь нам показывает «Нет, я не человек, я Бог». И на горе Фавори, куда Он поднял с собой трех учеников, Он неожиданно показал вот эту свою природу, духовную природу. Когда Он ее показал? Когда Он уже четвертый раз пошел в Иерусалим, последний раз. Он сказал «Иду последний раз». Все, меня лишат жизни, и в третий день я воскресну. Все уже заранее сказал. Кто это сказал? Этот человек сказал. Мы можем сказать, какая завтра будет погода. Мы можем сказать, будет на этой неделе война или не будет. Так же люди в 41-м году жили, веселились, радовались. А 21 июня ночью началась война. Никто даже не думал об этом. А здесь Он уже заранее говорит, что Он пойдет в Иерусалим последний раз. Что лишат Его там жизни. Все уже прописано. Когда Архангел Михаил явился к родителям Девы Марии и Акима, Он ей сказал уже, что от тебя родится дочь. Какая дочь у старика старого и старухи? Назовете ее Марией, уже сказал. Все сказал. То же самое Захарии старику, священнику Иерусалимского храма. Что у вас родится сын. Назовете ее Иоанн. Видите, на небе все написано. Мы еще только думаем о чем-то, а уже на небе все написано. И вот на горе Фаворию Господь преобразился. Он показал свою природу, осветился, как солнце. И опять явилась Троица. И опять голос Отца появился. Потому что облако нашло на учеников. Облако плотно нашло облако. И из этого облака голос Отца, сей Сын мой возлюбленный, опять. Его слушайте, сказал. А где же здесь был Дух Святой? Был Дух Святой? Был. Апостол Петр говорит. Как Господи, нам здесь хорошо. Такая благодать нашла. Да на меня сейчас такая благодать нашла после причастия, что я и уходить не хочу. Сейчас бы еще одну службу ослужил. Поэтому благодать нашла такая на Петра. Он говорит. Как Господи, здесь хорошо. Давай, говорит, не пойдем назад, вообще не будем спускаться. Сделаем здесь три палатки и останемся здесь. Но еще что? Мы с вами говорим. А что в том мире? Кто его видел, тот мир? Кто там побывал? Я вам скажу. Миллионы людей там побывали, и Господь отпускал их назад. Мне пришлось очень много читать. Даже монахи Киево-Печерской лавры некоторые умирали. А потом Господь их назад вернул. И когда они пришли, они рассказывали. Да. И вот мы видим с вами, как здесь совершается великая тайна. Да. Из того мира, из того мира, который мы не видим, пришли два человека. И беседовали с Христом. Моисей, вождь еврейского народа, с которым Бог беседовал. Которого Бог избрал для того, чтобы Моисей вывел их из Египта, вел по пустыне, и чтобы дал им закон. Моисей сам пришел. А второй, кто пришел? Илья, пророк. Четырех человек Бог взял с телом на небо. С телом. Еноха, Илью, пророка, Божья Матерь и Иоанна Богослова. Память которого была позавчера. И вот смотрите, что происходит, что происходит. Это же немыслимо. Они явились. Ученики видят Христа своего, который вдруг был простой человек и вдруг преобразился. А рядом с ним кто-то стоит. Они и не могли знать, кто стоит. У евреев было запрещено рисовать людей портреты. Они и знать не могли. И вдруг Дух Святой человеку открыл. И Петр говорит, Господи, давай здесь так хорошо останемся здесь. Сделаем три палатки из веток. Три кущи называется. Тебе, говорит, Моисею Илье. Я сразу стал образованный. Был рыбак простой, ничего не понимал. Книжки читать не умел даже. Рыбу-то толком не знал, где ловить. Христос говорит, здесь вот закинь, поймаешь. Он говорит, да что ты меня учишь? Я целый день здесь ловлю, ничего не поймал. Да закинь, говорит, ну что ты, послушай меня. Да целый день я учу, здесь я уже ловлю, ничего нет. Но закинь, вот здесь закинь. Закинул, не мог вытащить сеть. Сколько вытащить, поймал. Так и нам Господь дает все. Поэтому мы сегодня с вами вот об этом говорим. Об этом говорим. И вот Господь вышел на проповедь. Первое, что Он совершил, это крещение. Кто не рожден от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. Второе, что Господь нам дал перед тем, как выйти на проповедь. Он ушел в пустыню. Что означает слово пустыня? Место пустое, где нет людей. Пустое место. Без людей. Еще что сделал Господь? Он отключил свое тело от пищи и от чего еще? От воды. Ну, я 12 дней не ел один раз. Хорошо. Ну, один раз 6 дней без воды и без пищи был. Требуха выросла на 20 килограмм вес. Но ношу себе 20 килограмм лишнего. Что это такое? Вода. Вода. Теперь организм не отдает. Держит воду. И хоть я ем пол раза в день, хоть один раз в день, все равно вес не падает. Вода держит 20 килограмм. Не отпускает. А Господь 40 дней не ел и не пил. 40 дней и ночей. Смотрите, как уточнено. 40 дней и ночей, сказано. А здесь Господь показывает 40 дней и 40 ночей. Чтобы мы не сомневались. А то вдруг он ночью ел. Мы говорим, Господи, зачем ты себя истязаешь? Ну, зачем ты, Господи, истязаешь себя? 40 дней и 40 ночей. И мы тогда начинаем понимать промысел Божий. Волю Божью. Премудрость Божью. Выходит кто-то и говорит, ты кто такой в моем царстве? Паститься здесь еще будешь. Оказывается, это князь мира сего. Дьявол, сатана, Люцифер, князь мира сего. Кто это такой? Падший ангел. Сегодня мы с вами привыкли к слову революция. Революция там, революция там, революция у нас. Оказывается, первая революция произошла на небе. На небе. Когда один из ангелов восстал против Бога. Он узнал, что кто-то будет выше его. И восстал против Бога. И на стороне Бога встал Архангел Михаил. И Архангел Михаил так и сказал, как бы называя свое имя. Кто Яков Бог? Кто Яков Бог? Кто может быть кроме Бога? И началась уже на эту революцию война. Вот как у нас война. У нас сначала революция совершилась, а на революцию гражданская война. Отец на детей, дети на отца. И пошло. 25 миллионов человек. Поэтому мы с вами говорим, сейчас прикасаемся к великой тайне. И Господь нам показывает, кто управляет этим миром. Князь мира сего. Какая цель князя мира сего? Погубить душу нашу. И дать жизнь телу. Чистое животное. Он из нас сделает животное. А что еще он сеет? Он еще сеет раздор, вражду. Сегодня, видите, даже родственники перестали общаться. Родственники перестали общаться. Когда такое было? Я помню, когда я был маленьким ребенком. Каждое воскресенье собирались то у нас у родственников, то у других, то у третьих. Пели песни, разговаривали, вспоминали родных своих. А сегодня даже родственники перестали собирать. Поэтому мы говорим с вами, что дело дьявола только это. А зачем он это делает, скажите? А потому что он знает, как только одна треть падших ангелов будет восстановлена из числа святых, так закончится история человеческого рода. И куда пойдут бесы? И одна треть этих падших ангелов в ад пойдут. Поэтому они все делают, чтобы никто из нас не попал туда. Чтобы что угодно. Чтобы мы воровали, грабили, чтобы мы что угодно делали. Поэтому Господь нам показывает вот этого князя мира сего, падшего ангела. Встреча Бога и падшего ангела. А откуда взялся этот ангел? Да Бог сотворил его. А он восстал против своего же Отца, который его Творец его сотворил. Вы видите, какая тайна? Да еще он искушает Господа. Он еще искушает Иисуса Христа. Он показывает нам, чем будет этот мир жить. Он говорит, ну-ка из камней сделай хлебы. Чтоб хлеб из камней был. Это о ком он говорит? Об ученых говорит. Ученые придут и скажут, мы сейчас из камней вам хлеб сделаем. Поэтому сегодня мы говорим с вами, Господь нам показывает этого князя. Что еще Господь нам показывает через этого князя? Он говорит, давай я сейчас тебя подниму на самый высокий храм. И отсюда прыгни, чтоб ангелы тебя подхватили. О ком он говорит? О самолетах. Смотрите, мы летаем сегодня на самолетах, как птицы. Летаем сегодня на вертолетах. Посмотрите, на кораблях, везде. Все, движемся. Все. На этих воздушных шарах летаем. Как птицы хотим летать. Господь не просто так показывает. Надо же вдумываться в это. И третье, что говорит дьявол, этот падший ангел. Если ты трижды поклонишься мне, поставлю тебя над всеми царствами мира. Смотрите. Он из Бога хочет сделать антихрист. Он его хочет поставить над всеми царствами мира. Значит, он ими управляет. Поэтому сегодня мы видим вот это. И дальше Господь говорит, заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Как нам вообще жить на земле? И Господь нам дает одну заповедь. Любите друг друга. Сегодня нам тоже о любви эстрада поет. Сегодня нам фильмы о любви показывают. Только о какой любви? О половой любви. Это другая любовь. Эта любовь другая. Все извратил, бесы все извратили. А Господь говорит о любви духовной людьми, о любви нравственной, о любви моральной. Он говорит, любите друг друга. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Как узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой? Ну, мы говорим ему, Господи, а что такое любовь? Что такое любовь, Господи? Ты говоришь о заповеди, а что такое любовь сама? И Господь нам открывает. Он нам все отвечает. Он говорит, нет выше того, кто душу свою положит за други свои. Что это значит? Это значит, что жена должна положить душу за мужа, муж за жену, родители за детей, дети за родителей, учителя за учеников, врачи за пациентов, а священники за пасту. А правители за народ должны душу положить. Тогда Бог простит их и помогать будете. Вот о чем идет разговор. Ах, как же заповедь мы говорим? А Господь и говорит, что любовь – это заповедь, только новая заповедь. А теперь смотрите. Если у нас есть любовь, кто возьмет чужое? Как я могу взять у чужого человека, если я люблю ее? Тогда не нужно брать. Тогда двери будут открыты, и замки не нужны. Если я люблю свою жену, разве я ей изменю? А если жена любит мужа, она разве ему изменяет? Сегодня многие жены, муж пошел на работу, она позавтракала, позвонила другу мужа. Давай приезжай, муж ушел на работу. Пойдем дела делать. Посмотрите, что делается. Поэтому каждая заповедь, которую дал Бог Моисею в Ветхом Завете, каждая заповедь, не укради, не убей, не прелюбодействуй, чьи отца и матерь твою, не клевещи, не завидуй. Все, что там есть, все связано с любовью. Если я буду любить, я уже это никогда не совершу. И когда Христа спросили, какая есть высшая заповедь, он сказал, первая заповедь, это четыре заповеди Моисея. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей. И вторая равная ей, он сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя. Как нам узнать, любим мы Бога или нет? Как нам узнать? Можем мы узнать, мы любим Бога или нет? Богу не нужно, что Господи, я тебя люблю. Одна жена мне, муж рассказывал, я, говорит, прихожу домой, ой, сейчас иду, люблю жену свою, так люблю, быстрее бегу с работы. Сейчас я ее увижу, обниму ее. Она мне сейчас ужин сделает, мы с ней посидим, поговорим. Он приходит домой, она молится. Катенька, сделай мне поужинать. Пошел, крокодил, я с Богом беседую. Мне не до тебя сейчас. Сам пойди, сготовь себе. Все, любовь закончилась. Она Бога любит. А муж ей не нужен. А он, бедный, целый день мечтал, когда Катеньку увидит вечером. Поэтому, если нам узнать, любят ли нас, мы любим Бога или нет, мы должны любить ближнего своего. А что такое ближнего? Любить. Это значит не навредить человеку близкому. Если мы не можем помочь ему, хотя бы нам не осудить его. Потому что Бог категорически сказал, не судите. Это не ваше его ума дело, кого-то судить. Каждый раз, когда я иду и вижу, или человек лежит на земле, всегда подойду к человеку. И многие люди встают и целуют мне ручки. Вы знаете почему? А с сердцем плохо стало. А все проходят мимо, думают, что это пьяный валяется. А ему плохо с сердцем стало. Все проходят мимо. А это лежит бывший главный инженер колхоза. А, пьяница напился. Все, прошли мимо. Он уже не человек для нас. Видите, что? Господь говорит, не судите, а мы выносим приговор. Пьяница. Это не человек лежит уже. Это уже пьяница. А это ворюга. Это уже не человек. Мы не жалеем людей, которые сегодня за решеткой. А я так часто служу в этих колониях. Десять колоний мужских у нас. Часто хожу туда. И когда я 300, 500, 700 человек загоняю в трапезную, в столовую. Беседую с ними по полтора, по два часа. Эти люди рыдают и плачут. Потому что они говорят, с нами никто, как с людьми, никогда не разговаривал. Что такое преступник? Человек, который переступил закон. Он называется преступник. Каждый может ошибиться. Смотрите, какой наш народ был мудрый. От тюрьмы и от суммы не зарекайся. И в тюрьму можешь попасть. И можешь стать нищим. От суммы не зарекайся. Мудрый народ. Какой был удивительный народ. Поэтому я прошу вас и умоляю. Как начало положить в своей жизни. Первое начало всех начал. Попробуйте, найдите в себе силы никого не осуждать. Любовь это уметь и жалеть человека. Жалеть. Мы разучились жалеть друг друга. Мы стали очень жестокими. Очень жестокими. Радость куда-то ушла у нас. Ушла куда-то радость. Когда читаешь старые книги. Лето Господне. Ивана Шмелева. Там радость была. Такая радость в жизни была. Я помню дедушку своего. Дяди и тети. У них такая радость была. А сейчас радость куда-то ушла. Казалось бы, денег мало платили в советское время. Но у них такая была радость. Радовались каждой копеечке. Каждый там плотенчик купит. И то радуется. Радость у них была. Как дети. А сейчас уже все. Радость ушла. Поэтому я прошу вас. Умоляю. Найдите в себе силы. Никого не осуждать. Вот нам научиться бы всем жалеть друг друга. Это первое начало. Второе. Всех простить. Иногда нас так обидели, что мы не знаем, как можем. Мы говорим, никогда не прощу. Я помню, я исповедовал давно-давно. Еще я в Иваново служил. Служил в Кафедральном соборе. Стою на исповеди. Все идут на причастие. Я в Кафедральном соборе Ивановском. Преображенский тоже собор. И вдруг ко мне выходит из очереди на исповедь. Женщина. Подходит ко мне и говорит. Так, быстрее прочитай мне молитву на отпусти грехи. Так, быстро прочитай мне молитву. Я говорю, ну слушайте, я говорю. Дайте я хоть у вас спрошу чего-нибудь. Что меня спрашивает? Читай молитву. Разрешительную. Я говорю, ну хоть что-нибудь спрошу, давайте у вас. Давай спрашивай быстрее. Очередь моя проходит. Давай быстрее спрашивай. Ну я начинаю задавать свои 55 вопросов. Я задаю всем сразу 55 вопросов. Что не скажу, все в точку. Что не скажу, все в точку. Мужу изменяло. Да, да, дураку этому сто раз изменяло. Изменяло, изменяло. Дальше. Давай, давай, быстрее очередь проходит. Быстрее. И вдруг я дохожу, я ей говорю. Есть люди, которых ты простить не можешь. Есть, есть, есть. И никогда не прощу. Это она пришла на причастие на исповедь. Я говорю, а кого вы не можете простить? Я не могу простить и никогда не прощу свою сноху. А почему-то вы не можете ее простить? Она три года назад меня и поздравила с днем рождения. А сама все грехи совершила, какие есть. Но ее не прощу никогда сноху. Я говорю, у нее, наверное, дети есть, да, трое детей. Да, так она, может, забыла там. Все равно она должна была помнить и поздравить меня с днем рождения. А то, что она изменяла там, что аборты там делала, это не важно. Бог прощает все грехи, кроме одного. Только один грех не прощается. Неверие в Бога и неверие в Богу. И Давид, пророк Давид, псалмопевец, псалты, которые у нас есть, псалмопевец, он говорит, речебь безумен, несть Бога. Человек, который говорит, нет, Бога безумец, ума нет. Поэтому я хочу сказать, что ничего, любой грех Господь просит. Но, смотрите, что говорит нам Иоанн Креститель. Принесите плод достойный покаяния. По греху должен быть и плод покаяния. Какой грех, силы какой, такое должно быть покаяние. Если вы убили детей, так надо и покаяние принести другое. Но хоть перестаньте мясо есть. Перестаньте осуждать людей, если вы убили детей. Я уже дождался своего. Лет шесть назад первый раз присповедовал в городце уже. Первый раз в моей жизни такое. Тысячи, тысяч людей я присповедовал. Но в городце пришла одна женщина и говорит, я спрашиваю, у вас были аборты? Она говорит, да, были. И когда я говорю, сколько? Она спокойно так говорит, 20. Спокойно. Я ужаснулся. 20 человек убило. Так только две клетки сходятся, отца и матери, сразу душа появляется. Все, убило живое. 20 человек убило. Потом выступал я в Нижнем Новгороде, в ДК «Железнодорожник». Читал лекции там. 700 человек в зал. Часов пять я там говорил. И потом пришли тоже люди, прям на сцену хлынули все. Одна женщина пошла, глаза расширены. Она говорит, я потрясена. Что я услышал? Я никогда этого, говорит, не слышал. И говорит мне, до 25 считала, потом считать перестала. И вот несколько лет назад, года три назад, из Москвы привезли женщину одну, у которой сын пил таблетки до тех пор, пока не умер. Год был в браке, 26 лет ему, и умер таблетки. Я не мог понять, почему он это сделал. Мужу ее говорю, вы подождите, я сейчас с ней побеседую. Начал задавать свои вопросы, дошел до абортов. Говорю, у вас были аборты? Она уже безумная совершенно, уже ничего не понимает. На себя решила руки наложить. Горло перерезать себе уже хотел. Да, ну ладно. Я говорю, у вас были аборты? Она говорит, были, были. Ну, я начал перечислять, говорю, ну, 5 было больше, 10 больше, 15 больше, 20 больше, 25 больше, 30 больше, 40 больше. Все, я не стал больше ничего. Поэтому сегодня надо нам найти, какое нам нужно лекарство придумать, чтобы нам замолить те грехи, которые мы совершили в жизни. Сколько сегодня женщин говорят, ну, зачем я слово сказала мужу своему? Ну, зачем? А муж развернулся, ушел. Ну, зачем я? Опять нам Господь говорит, словом осудишься, словом оправдаешься. У меня близкая пара была такая, ну, она была и осталась. Хорошие такие, они доченьку потеряли, понимаете, в своем. Я их там 3 года приводил в себя, чтобы они не умерли, как говорится. Потом они родили еще детей, все. И вдруг, на тебе, она говорит своему мужу, ты знаешь, ты слабый мужчина, говорит. И он, бедный, сломался, сломался совсем. Я говорю, ну, что ж ты делаешь, зачем ты это сказала? А я хотел его просто пошутить с ним. Вы смотрите, это что за шутки? А он, бедный, сломался уже и подходить так не стал. Он говорит, я не могу с собой ничего поделать уже. Я заставить себя не могу. Вы видите, что такое слово? Словом можно осудиться, словом оправдаться. Поэтому надо всех простить, стараться не набирать ничего внутрь себя. Я умоляю вас, я не смотрю телевизор, я ничего не потерял. Интернет, я даже не знаю, как компьютер включается. Я даже не знаю, как включается. Я ничего не потерял от этого. Телефоном в самом крайнем случае пользуюсь. В крайнем случае. Сам по чисто никому не звонил. Когда уже вот приспичит только. Поэтому я умоляю и прошу вас. Меньше информации в себе. Всякая информация, которая в нас входит. Через телевизор, через какие-то слух. Кто-то нам сплетни такие какие-то. Если вам говорят про кого-то плохого человека. Вот он, плохой человек. Вы скажите, слушай, давай помолимся. Пришел новый игумен в монастырь. Один новый игумен пришел в монастырь. Это было еще давно очень. Сотни лет назад. Ну, и один монах был. И этот монах сразу пришел к нему вечером. И говорит, можно отец игумен, я с вами поговорю. Заходи, заходи. Он заходит и говорит, вы знаете, отец игумен. Вот такой у нас есть монах. Он такой, сякой. Он говорит, ну-ка, ну-ка, еще про него говори. Ой, ой, какой же он. Да, он, знаете, он такой, сякой. Еще про него скажи. Ой, он еще и вот это делает. Скажи еще про него, скажи. Он говорит, еще и вот это делает. Он такой ужасный. Отец игумен, он такой ужасный. Ох, слушай, брат. Брат, как жалко нам этого монаха. Давай с тобой сделаем тысячу поклонов за него. И когда тот услышал тысячу поклонов, он начал уже, он мокрый уже весь. Он говорит, сделали тысячу поклонов. Он говорит, ты знаешь, брат, я думаю, что мы еще не вымолили нашего брата. Давай еще тысячу поклонов сделаем. И он уже был не рад, что пришел пожаловаться. Так и вы скажите, давайте помолимся за этого человека. Ну, это я вам напрашиваюсь, просто говорю о том, чтобы вы молились непрестанно об отце Александре, о своих священниках, которые служат в вашем храме. Но когда уже совсем у вас сил не будет, и вы как спи монахиня ляжете вдоль кровати, то и обо мне вспомните. Поэтому, отец Александр, благодарю вас несказанно за службу. Спасибо, Господи.